Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы потеряли на акциях, и вы хотите вывести все деньги и вложить их в доллар. Вас уже ждут. Вы потеряете и на долларе. Итак, друзья мои, сейчас давайте рассмотрим доллар как инструмент инвестирования, потому что многие ищут защиту в долларе традиционно в нашей стране всегда. И в начале 90-х так было и так далее. И все почему-то думают, что доллар будет стоить 80 рублей, 85, 90 рублей, 100. Ну там самые отчаянные считают, что 120 рублей стоит, будет доллар. А вы не думаете, что доллар может стоить 30 рублей? Вы скажете, что за бред, Юра, ты вообще с ума сошел? Вот смотрите, какая ситуация. Что происходит на фондовом рынке, когда все, абсолютно все, уверены, что что-то произойдет вот так, все произойдет ровным счетом наоборот. Потому что кому-то это надо. Но как хотите, считайте. Вы будете орать, что вас стригут. Вы будете орать, что это все специально подстроено. Что это набиулино и не знамо кто. Но вас обязательно разуют. И давайте я нарисую сценарий, как это может быть. Вы можете верить этому, можете нет. Но подумайте, вдруг под этим есть хоть какие-то основания. Итак, доллар. Куда пойдет доллар? До 100 рублей или до 60? Ну, почему он пойдет до 100 рублей, все знают. Все, паника, все закрывается, поэтому все в доллар уходят. Здесь я даже не буду комментировать, почему доллар может упасть по отношению к рублю. Здесь два фактора. Первый фактор это количество рублей, которые мы отдаем за доллар. То есть здесь присутствуют две стороны. Доллар и рубль. Поэтому давайте для начала посмотрим, что с рублем. Почему падает рубль? А рубль падает, потому что падает нефть. А почему падает нефть? А потому что, ну, во-первых, ее избыток на рынке. И когда страны ОПЕК собрались и решили, что надо поддержать цены на нефть, сократив добычу нефти, то Россия, которая не входит в ОПЕК, а входит в ОПЕК+. То есть все ждали Россию. Вы помните, 6 марта приезжает Россия и говорит, а мы не будем сокращать. И сейчас ходят слухи упорные, что Россия-то здесь ни при чем, потому что это арабы виноваты. Я прямо уже слышал несколько раз. Оказывается, Россия здесь ни при чем. Это арабы нам подстроили. Это американцы нам построили. А вот такая точка зрения царит, потому что, ну, мы-то точно хорошие, мы ангелы. Все остальные негодяи, а мы ангелы. Ну, ребята, разуйте глаза, посмотрите на историю, что было. Действительно, это Россия отказалась сокращать нефти. Почему? Потому что не в ОПЕК, не в ОПЕК+, не входит США. А США наращивают нефть чем больше, тем лучше. И как только мы уйдем с этого рынка, наше место займут США. Вы видите, что они теснят нас с газового рынка. Они теснят нас, будут теснить нас и на нефтяном рынке. А у США нефть дорогая по себе стоимости. И поэтому для того, чтобы убрать нефтяные компании США, надо немножечко потерпеть. Но, друзья мои, тут же Саудовская Аравия говорит, ну, тогда и мы не будем сокращать, а будем, наоборот, наращивать. Поэтому нефть обвалилась. А так как российский бюджет очень сильно зависит от нефтяных поступлений, то немедленно обвалился и рубль, что вызвало, соответственно, рублей за доллар вырос. То есть курс доллара по отношению к рублю вырос. То есть курс рубля упал. Почему он должен вырасти? Есть несколько причин. Почему рубль может вырасти? И почему доллар может упасть к рублю? Первая причина. Смотрите. Если доллар продолжит дорожать по отношению к рублю, то есть рубль пойдет падать, что может сделать Центробанк? А Центробанк, если вы вспомните, как в 2014 году была паника, когда с 34 рублей за доллар внезапно вырос он до 80. Что было? Центробанк внезапно в воскресенье повысил ставку 6% ставку рефинансирования до там то ли 17, то ли 16, вы можете посмотреть резко. И тут же была паника. Люди бегали, люди покупали доллары, скупали доллары. Они бежали, говорили 65 там, 70, 75, 80. В этих самых пунктах доллар продавали по 90 рублей. И стояла огромная очередь, потому что все хотели купить доллары, потому что слухи уже ходили, что в январе он будет по 150. Что произошло в понедельник? А в понедельник доллар грохнулся к рублю. И всех вот этих вот паникеров разули. Понимаете? Разули. Вот что произошло. Что делают с паникерами? Их разувают. Это первый фактор. Это только первый фактор. Второй фактор. Смотрите, сделка ОПЕК-плюс была сорвана. И следующая сделка. В июле месяце. И Россия там твердо сказала, что мы там вообще... Да июля мы спокойно у нас. Хватит золотовалютных запасов. Население у нас потерпит. Они лохи. С ними можно делать все, что хотят. Они безгранично любят Путина. И поэтому они готовы на то, что цены повысятся, потерпеть ради любимого Путина. Вот. Но... 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 Цены-то растут. Популярность Путина будет падать. Это во-первых. А во-вторых... Не только Россия зависит от цен на нефть. И неплохо бы все-таки для многих стран эти цены, чтобы выросли. И уже потихонечку там кулуарные какие-то ходы идут для того, чтобы возобновить переговоры. ОПЕК ПЛЮС. И, возможно, туда подключится США. И попробуют сократить добычу с ланцевиками, договориться как-то с ними. Это сейчас они говорят, а они независимы. Почему? Потому что им выгодно. А когда им стало невыгодно, они как-то найдут общий язык с этими сланцевиками. И вот это тоже может произойти внезапно. И цены на нефть могут резко подрасти. А вместе с ними укрепится рубль и упадет доллар. Это второй фактор. Это второй фактор. Только второй фактор. Почему доллар может упасть к рублю? И теперь главный фактор, основной. Смотрите. В мире свирепствует коронавирус. На самом деле это обычный грипп вроде бы. Но почему-то слухи раздуст. Я не знаю, кто их раздул. Я не знаю, почему их так раздувают. Но факт остается фактом. Все в мире закрывается. Отменены масса мероприятий. Все поставки срываются. Что это влечет за собой? Это влечет за собой убытки у всех компаний в мире. И наступает угроза экономической рецессии. То есть экономика, наша основная концепция, что экономика должна быть всегда расти. А она начинает падать. И самое главное, что начинает падать самая главная экономика в Америке. И теперь давайте вспомним. А что будет в Америке в ноябре? А в Америке в ноябре будут выборы. А Трамп идет на второй срок. И если в Америке будет рецессия, то что будет с Трампом? Ему будет сложно. Потому что, Трамп, ты не прав. Акции упали на 30%. Что делает Америка для того, чтобы выйти из рецессии? Первое. Она понизила ставку. Трамп говорит, давайте снижайте стоимость доллара. Снижайте стоимость доллара по отношению к основным валютам. И ставка дважды уже была понижена на двух внеочередных заседаниях ФРС. На обеих заседаниях на 0,5%. Это очень много. Сейчас ставка 0,25%, ну там 0 практически процентов. То есть деньги дают, ну как бы без процентов. В кредит, доллары. Дальше, значит, включают программу КУЕ. Что это такое? Это печатный станок. Ребята, значит, для того, чтобы экономика начала расти, экономику накачивают деньгами. Деньги просто печатают. Что происходит, когда печатают деньги, которые не обеспечены ничем? Может быть, кто-то не помнит, что было у нас в 90-е годы? Что такое инфляция? Вы помните, что цены росли каждый день? И что мы делали с рублями? Мы немедленно... То есть я вот, например, как только мне попадали в руки рубли, первая задача у меня была избавиться от рублей в течение суток. Я должен был избавиться от рублей, потому что иначе завтра они будут дешевле. Поэтому я либо покупал материалы, которые мне были нужны, либо покупал доллары для того, чтобы рубль не упал. Так вот, друзья мои, а вы не думаете, что инфляция может быть не только в рублях, а в долларах. И если Америка начинает печатать... Любая страна, в принципе, начинает печатать необеспеченную валюту и выбрасывает ее на рынок, то что это значит? Цены могут начать расти. Рубль в Америке, в долларах. А если доллар начнет падать по отношению к основным валютам, ко всем валютам, то что это будет? Рубль это ничто в мировом масштабе, потому что рубль это национальная валюта одной очень небольшой экономики по сравнению со всем миром. Экономика России это 2% во всем мире. А доллар и Америка, американская экономика, это самая большая экономика, во-первых. Но во всех странах люди имеют сбережения в долларах. Все страны имеют золотовалютные резервы в чем? В долларах. И вот если доллар начнет опускаться, то это может вызвать волну продаж долларов. То есть инвестиционные фонды государства начнут избавляться от долларов. и вот это вот будет посерьезнее, чем любой коронавирус. Поверьте мне. То есть сейчас основная мировая валюта это доллар. И все расчеты ведутся в долларах. Но если доллар будет падать, то он непременно потеряет функцию основной мировой валюты. Я понимаю, что сейчас радуются биткоинщики. Они говорят, да, 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 точно. Вот биткоин будет главной мировой валютой. Я не знаю, что будет. Вряд ли это будет биткоин. Но вот это будет, друзья мои, катастрофа. Я понимаю, что я нарисовал сценарий апокалипсиса. И скорее всего он не состоится. Но почему бы и нет? Подумайте, прежде чем покупать доллары и держите руку на пульсе. Я думаю, что если вы прямо сейчас купите доллар и в течение месяца ничего не произойдет. Он не упадет. И я думаю, что в течение двух месяцев ничего не произойдет. Но что будет с долларом через полгода я бы не стал прогнозировать. Напишите, пожалуйста, вот там я сделаю вопрос, что, как вы думаете, какой будет доллар к, скажем, октябрю месяца? 100 рублей за доллар, 60 рублей за доллар? или ничего не изменится? 65, скажем. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.